Сегодня у нас в гостях питерский музыкант Алёша Вишня. Это довольно саркастичный молодой человек с явно нестандартным мышлением, что вообще свойственно поколению неформалов. Кстати, о неформалах. Ты относишь себя к таковым? Я вообще не понимаю, что такое неформалы. Дело в том, что я 10 лет занимаюсь вот такой музыкой. Всем кажется, что она андеграунд. Но у меня до сих пор не было представления о том, какая музыка является какой. Для меня, например, вся эстрада является эстрадой, а вся музыка является музыкой. Мне очень сложно в данной ситуации ответить однозначно. Неформалом я себя не считаю. В музыке ты представляешь всё-таки массовую культуру. Тексты песен являются всё-таки некую противоположность. При написании текстов ты исследуешь совету Сальвадора Дали, который утверждал, что художник перед тем, как сесть и работать, должен принять несколько доз гашиша. Я вообще не знаю, что такое. Я считаю, что всякое творчество должно быть неминуемо на трезвую голову. И ежели это будет с применением каких-либо отравляющих веществ, то и искусство будет отравляющее. Но, может быть, это не так. У некоторых людей получалось это. Но в нашей стране я таких не знаю. Моё сердце сжимается 125 раз в минуту. Что ты считаешь самым главным в своей музыке? И для кого ты её пишешь? У меня есть я. Мне очень нравится работать для себя. У меня есть телевизор, радио, инструменты, магнитофон. Я работаю для магнитофона. Нам не на кого злиться, разве что у нас самих себя. Скажи, какую роль Перестройка сыграла в твоём творчестве? Перестройка? Дала ли она тебе сейчас ощущение свободы? Фактически благодаря ей ты существуешь как личность и имеешь возможность получить признание. Знаешь, я никогда об этом, опять же, не думал. Мне кажется, что до Перестройки единственного не было сцены. Сейчас есть сцена. До Перестройки были магнитофоны. Магнитофоны будут завтра, послезавтра, всегда. И пока они есть, независимо от того, какая политическая обстановка вокруг, перестройка это или, наоборот, разрушение какое-то, в любом случае магнитофон останется записывающим эргригатом. Я стою на распути и думаю, что же мне делать? Песня нам помогает строить и жить, а юмор помогает выжить. Скажи, ты борешься за выживание человечества? Ты знаешь, я стараюсь не шутить. ГОСТЕЛЕРАДИО 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 Спит, озадачил Минздрав. Память ждет времени Икс. Главный из гроба встает. Мафия точит нажим, А кто-то ждет. Кто-то ждет. Кто-то ждет. Кто-то ждет. Главный из гроба встает. Здравствуй Госпалит, издат. Здравствуй Госпалитарь. До свидания, быстрый госцап Ком госбезов, цап, царап Фигушки, шепчет госбанк С маслом, скажет инвалидор Сказал рок-музыкант Сказала страна А кто-то ждет А кто-то ждет А кто-то ждет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова